За руку ловить и приводить в квартиру, и только тогда они придут, что-то переделают. Поэтому без машины здесь, соответственно, никак. Только на машине. Школа вообще одна, у нас на все новоселье сейчас рабочая. Сейчас они вообще говорят, что лучше не покупать. Здесь очень много недочетов. Мы ожидали, что будет прям вау-вау. Правду рассказывайте. Вы ступень монтировали, просто перепутали ее. Все на монтажной пене. Тут монтажная пена. Мне впечатляет. Смотрите, разбираем дом. Потому что это держится на честном слове. Даже асфальт провалился. Новый дом полгода. Такой многообещающий проект. Рядом большой лесной массив. Вместо стекла. Вот сюда вас всех водили. Видно, что они все отдыхают, в телефонах сидят. Все ведут свет в конце туннеля. Очень стильно, очень круто. Вместо стекла здесь лесар. Новый лифт. Холл очень большой, но какой-то бестолковый коридор. Здесь шов один, здесь вот такой, здесь такой. Когда скоро-то? Я через сто. Молодцы. Это вот так делается. Берем и снимаем. Вот на рендерах застройщик так не нарисуют, некрасиво. Ну что тут скажешь. Выше пилотаж. Вот это все по проекту. Вот так мазали специально по проекту. Ну вот смотрите, 3D-брусчатка. 3D-брусчатка. Качество мы видим штукатурных работ. Силовой кабель идет вот оттуда, чтобы на него не наступали вот здесь месиво с полей. Но назвать это безбарьерной средой я не могу. Вот не дай бог здесь в грозу стоять. Нет ощущения, что вот это новое. Обращаю ваши друзья внимание. А выхода электричества там, друзья, нет. Застройщик подумал и сделал. Но вот этот песок лично мне... Первое, что нас встречает, это пост охраны с пакетом. Точно все должны были достроить. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в новоселье у жилого комплекса Лесарт от застройщика Лен Рус Строй. Тут быстрый выезд, накат. За кадом заказник. По другую сторону лесной массив, своими достопримечательностями и даже маленьким лесным озером с пляжем. Примерно в трех с половиной километрах от комплекса. Озеро есть, да, действительно. Но к нему тоже не так легко добраться. В домах обещан умный дом от Сбербанка. Но жители сетуют, что его нет. Но платежи за него есть в квитанциях. Да и кроме этого хватает проблем со слов жильцов. Разрешение на ввод в эксплуатацию застройщик получил 23 октября 2023 года. Сегодня 15 мая 2024 года. Соответственно, с момента ввода в эксплуатацию и моего приезда прошло более полугода. Ну, за этот срок уж точно все должны были достроить и сделать. Я помню, обозревал их проект в Горелого. И мне тогда проект их понравился. Надеюсь, что сегодня будет аналогично. Однокомнатная квартира на первичном рынке стоит от 5 миллионов 300 тысяч рублей с предчастовой отделкой. С чистовой отделкой от 5 миллионов 500 тысяч рублей. Есть программы с господдержкой со ставкой от 7% годовых без удорожания. Есть и другие программы. Но условия иные. Конкурент у комплекса это полис новоселья. Со стоимостью однокомнатной квартиры в предчастовой отделке от 4 миллионов 300 тысяч рублей. И с госпрограммой от 0,01% годовых. Но с удорожанием. И глорекс новоселья. Со стоимостью квартиры от 4 миллионов 800 тысяч рублей. И ставкой по госапотеке от 0,01% годовых, как и в полисе новоселья. С удорожанием. Обращайтесь. Помогу с оптимальным вариантом и расчетом ипотеки на квартиры. Мои контакты в описании к этому видео. С чего, друзья, начинается любой комплекс, это с его окружения. То есть вы по этим местам будете каждый день приезжать и уезжать в свой новый дом. Итак, мы видим новостройки, мы видим такой частный сектор, мы видим заезд на стройплощадку и уже за ним будет заезд, который покажу чуть позже в жилой комплекс. И дальше аналогично стройкам. Обращаю внимание, что есть тротуар, огромное количество песка. Конечно, это не вопрос к застройщику, а соответственно к новоселью, который должен здесь все убирать. Но почему-то они здесь ничего не убрали. Ну, такая, скажем, небольшая разруха. Тротуар, брусчатка, смоется красиво, зеленей никакого нет. Сегодня уже плюс 20, достаточно тепло. Спасибо, что есть асфальт. И пойдемте смотреть заезд и все остальное. Первое, что нас встречает, это пост охраны с пакетом Озон и сантехнической кабинкой. Назову это так, зеленого цвета. Вид, конечно, ну такой, по мне. Отсюда сразу видно, что озеленения почему-то нет. Накидана земля и накидана, обратите внимание, прямо вот, скажем таки, замуромыванный в землю бетонный плит. Прямо на них, нормально. Тут немножечко травки, а тут сверху земля. Заезд у вас в жилой комплекс вот здесь по таким плитам. Либо вот там по асфальту и дальше налево, если там возможно, конечно, проехать. Сейчас мы тоже это посмотрим. Потому что я заезжал именно вот здесь. И также ведет по этой дороге навигатор. Подходя ближе к территории, мы видим, что вот здесь не культурено. Не знаю, территория это застройщика, либо кого-то другого. Но вот этот песок лично мне не очень нравится, потому что при любом порыве ветра это будет подниматься воздух, и мы будем этим дышать. Итак, парковка для клиентов. Ну вот они офисы продаж все построили. Прямо вот здесь на газонах можно парковаться. Или на инвалидных местах. Странное, конечно, решение для ваших гостей и клиентов. Здесь плиты переходят в асфальт. Мы видим кусты. Я вспоминаю рендеры, как это все у застройщика было нарисовано. И вот что-то, знаете, такой у меня диссонанс. Совсем все было по-другому. Классно к эффективности B. Вот видите, вот это висит. Это скотч, забыли снять. Вот здесь. Когда монтировали отлив, не смогли почему-то смонтировать нормально, ну и качественно штукатурить. Видим, что у нас на первых этажах это коммерческие помещения. Классно работающая управляющая компания, которая почему-то не может вот этот столетний мусор вынести отсюда. Мы видим, что здесь на окнах еще осталась почему-то пленка, стенка. Ну вот, издалека смоешь нормально, но вот здесь надо было хотя бы подкрашивать темным, было бы симпатичней. Потому что так, конечно, смотрится под кирпич красиво неплохо. Но вот здесь либо уголок надо ставить, либо подкрашивать, потому что бросается в глаза сразу совсем другой. Как только голову вверх поднимаешь, сразу вот такая, знаете, фальш-панель видна. Металлический уголок, который уже ржавеет, хотя дом-то в принципе новый. И места вот такие, где они не смогли почему-то подштукатурить, где металл под рекламу для коммерции. Кстати, вот это большой тоже плюс, что застройщик подумал и сделал вот такие металлические, как это называется, лестницы, на которых будет крепиться реклама. Вот только непонятно, есть ли там выход электричества. А выхода электричества там, друзья, нет. То есть нужно сверлить стены и, соответственно, это все делать самим. В подъезд мы зайдем чуть позже, сейчас пойдем погуляемся по территории. Есть ограничители двери, причем ограничители непростые. Видите, на дверях есть вот такой замок. То есть ты открыл, сюда замок закинул, дверь открыта и заносишь, выносишь все, что тебе нужно. Ну, сами понимаете, что с октября прошлого года можно было и траву посадить, а здесь почему-то травы нет. И вот начинаем смотреть вот такие здесь интересные моменты, на которые я вот сейчас обращаю ваши друзья внимание. Итак, торчащие арматуры из земли, это по проекту так и должно быть. Вот здесь мы видим, что, ну, во-первых, вот это все ржавое. Нет ощущения, что вот это новое, это какое-то старое. Обращаю внимание на откосы. Просто закрыли так очень каким-то материалом и сверху покрасили. Ну, это вообще какой-то так. Вот это тоже. Ну, блин, здесь, похоже, красили стены и все забыли поубирать. Здесь мы видим торчащую арматуру, что вообще запрещено. Она должна быть закрыта минимум цементным составом. Она здесь вся открыта. Ну, это при ямке не так, конечно, страшно. Но если обратить внимание на вот эти лючки, обратите внимание, вот там. Один открыт, во втором у нас мы видим утеплитель. Здесь у нас вообще вода, которая никуда не уходит и никуда не уйдет, пока ничего не начнет испаряться. Здесь они белым, такое ощущение, да, вот пытались подкрасить вот эту стенку. Ну, внешний вид вообще, знаете, ну, такой уже, я не знаю, нет у меня ощущения, вот то, что я смотрю на фасад первого этажа, что это новый. Вот эти прорези, это для отвода конденсата. И с них такие должны быть крышечки. Их почему-то здесь нет. Очень-очень странно. Ну, наверное, коммерция сама все поснимала, им не нужно. Будем думать, что это так. Идем с вами дальше. Еще один видим при ямке. Здесь, в принципе, все аналогично. Здесь мы также видим, что плитку они приклеивали. Она, похоже, то ли отклеилась, то ли они ее не доклеили. И очень-очень непонятно. Здесь то ли отвертка, то ли просто штырь черный торчит. Ну, тоже такое решение, конечно, как-то специфическое. Почему цоколь не смогли сделать, тоже непонятно. Здесь при ямке у нас аналогично, еще и куча мусора. Ну, и обратите внимание, что не видно никаких устройств для отвода влаги. Здесь все в грязи, система громоотвода. Вот, не дай бог, здесь в грозу стоять. Можешь эндорахнуть так, что больше уже и не проснешься. Парковка. То есть вот это техническая дорога. Здесь мы видим, что из земля нет никакой травы даже. Здесь причем я вообще... Ну-ка, есть семена? Нет, это не семена. Семен травы здесь тоже. А, нет, вру, есть. Вот они. Ну, чтобы она взошла, если они дальше еще есть под землей, то нужно поливать. Здесь в виде бревушек сделали так, чтобы уже было с парковки людям проходить. Молодцы. А указатели подъездов большие. Это тоже для меня плюс. Входные группы в уровень землей. Это тоже здорово. Ну, например, смотрим. Да, вот у нас, смотрите. О, получается, седьмой, наверное, да, подъезд. Да, седьмой, девятый, седьмой, наверное. Вот ты выходишь, и можно сюда спуститься с коляской. Но почему спуститься вот туда на парковку с коляской уже, соответственно, не получится, потому что этого нет. Надо ее поднимать. А здесь же у восьмого подъезда вот этого почему-то нет. То есть бордюр вот как шел, вот он ровно так, он, соответственно, и идет. Если обратить внимание на фасад, то вот видны такие непрокрасы, которые очень отчетливо бросаются явно в глаза. Мало того, что темного цвета, который очень хорошо сразу видно, так еще и на светлом вот этом бежеватом цвете. Здесь мы с вами видим все аналогично. Ну вот вы уходите с коляской, вам куда получается идти? Надо идти только вот сюда, потому что вот здесь хоть какой-то спуск. Но назвать это безбарьерной средой я не могу, потому что здесь сантиметров семь. Почему нельзя было в уровень с асфальтом в новом проекте сделать, я у друзей, честно говоря, не понимаю. Ну, конечно, да, нумерация квартир и подъезда – это большой плюс, что сразу видно, где и что. Вот здесь, если я не ошибаюсь, у застройщика мусоросборочная кабина внутри помещения. Это, считаю, очень-очень неудачное решение для любого застройщика, не только для этого. И вот смотрим сейчас наверх и видим, как красочка-то пооблазила. С самого верха до второго этажа. Глядя вот на эти козлики, ну, тоже надо, да, как-то сотрудников организовывать, что вот этого всего не было. Потому что внешний вид сразу другой. Сразу такое ощущение, что стройка, и это, соответственно, еще не издано. Но пока вот впечатления не положительные. Здесь с трубой должна идти вода. Ну, мы с вами видим, что здесь идет сетка от мокрого фасада, штукатурка, хабарики и какой-то посторонний мусор. Ну, вот видите, тоже, да, вот как они старались, наверное, сделать горизонтально на плитку. И у них не хватило этой плитки, надо было думать, как это бы играть соколь в проекте. Ну, вот оставили такое место, и вот видно уже, сетка видна. И вот это будет разрушаться, там дальше утеплитель. И потом будете за это все платить, либо обращаться уже сразу по гарантии. Дверь классно смотрится. В октябре, напомню, сдали прошлого года комплекс. А здесь, знаете, такое ощущение, что она уже все. Давным-давно было. 20 лет, конечно, безупречной работы – это круто. Но вот это назвать безупречной работой, мне, честно говоря, тяжело. Вот здесь у меня ощущение, что была протечка, что текло. И здесь мы видим качество выполненных работ застройщиком. Уже плитка отваливается. Спасибо, что она не только на первом этаже, а не выше, чтобы никому на голову не отвалилось. Но вот здесь мы также видим с вами, что с окону коммерции почему-то пленочку не сняли. Своя газовая теплостанция, за ней детский садик. И дальше идут новостройки. Кустарник. Деревьев нет, деревьев только вот там с застройкой, за забором. Здесь видим, брусчаточка уже ушла вниз. Это такое 3D-моделирование дворовой территории. Но вот здесь, сами видите, здесь посадили. Такое ощущение, знаете, что они недавно начали высаживать это все. Потому что с озеленением что-то здесь вообще как-то не особо хорошо, как, наверное, должно это быть в обычном нормальном проекте. Здесь просто бетонная отмазка. А здесь, если посмотреть вниз, то видим кучу мусора. Если спуститься по этому лестничному маршу, то и посмотреть поближе. А вот, смотрите, вот местечко, куда должна уходить вода. Но обращая внимание на весь этот мусор, на весь этот хлам, понимаешь, что навряд ли куда-то она уйдет. Вот сразу видны вот такие огрехи. Вот здесь и видно, блин, ленор устроен. Куда же вы так скатились? А вот здесь, смотрите, реально. Друзья, видите, они плитку забыли обрезать. Линию начертили, а плитку не обрезали. Она уже тоже вся поотвалилась. А здесь, смотрите, как она держится. Где контроль качества? Где он? Вот это вообще что такое? Господи, смотрите, как все торчит. Утеплитель. И вот она, плитчика пошла. Блин, страшно стоять, что дна головы ничего не прилетела. Откосы сделаны, это просто какой-то капец. Хочется вырваться другим словом. Поставили, забрало. Вроде хотели здесь сделать красиво. Стенка вся кривая, косая. Но хоть лестничный марш ровный из завода. Здесь аналогично все. Смотрите, вот там крестики можно, нолики поиграть. Да. Под балконами просто бетонные. А, плиты там не положили. Кстати, здорово, что здесь не сеют траву, потому что некоторые застройщики под балконами сеют, но она там все равно не выживает. Смысла вообще никакого нет. Ну, а здесь мы видим с вами качество. Газоном это не назвать. Да, согласны со мной? Здесь просто такое месиво с полей. Здравствуйте. Здесь почему-то отверстия технологичные. Они закнули утеплителем. Идет силовой кабель. Возможно, настройку питает за счет жильцов. Видим под соколю, что вот это покрытие уже все. Смотрите, как оно, друзья, поуходило. Причем так существенно поуходило. Его просто смыло. И вот здесь, если посмотреть, то вот видите, какое количество мусора, которое почему-то они не убрали. Но самое главное, что сдали. Деньги со скроу счетов получили. И людям повыдавали ключи. Ну, естественно, вот эти корыта со стройки должны быть именно здесь. Это проектное решение. Здесь мы видим свежий цемент. Потому что здесь они что-то делают. Все делать не могут. Полгода уже прошло. Видим сетку. Видим, что отверстия, то ли окна были. Просто, может быть, дырки они так заткнули. Здесь мы видим все в воде. А, нет, не в воде. А, это вот что они делают, друзья. Они это сейчас мусор этот весь заравнивают. Вот здесь они цементом позаравнивали. Испачкали всю плитку, не отмыли. И так пойдет. Самое главное, дом сдать. Соответственно, обращаю внимание дальше, что силовой кабель идет вот оттуда, чтобы на него не наступали. Вот здесь из дерева такой короб сделали. Шикарное решение. Это арочка во двор. И вот с таким забором. Возможно, дизайнер даже подумал, что-то сделать красивое из этих прутьев. Но обратите внимание на эту реализацию. На этот цвет и на этот цвет. Вот. Ну как так? Вот это вообще чего? Ну, в общем, какое-то жалкое по мне подобие ворот. Если вы окрашивали, надо было окрасить все целиком, а не оставлять это вот так, потому что смотрится убого. Ну да. Если у вас дырка есть в балконе, просто запейте, и так пойдет. Здесь мы видим, уже вышла травка. Поворачивая голову направо, мы видим за таким строительным заборчиком, где такое ощущение, что раньше ездил кран, а парковка, полагаю, пока бесплатная. Но сам основной, конечно, плюс – это лес, который мы с вами видим впереди. Трава всходит, зайдет чуть больше. Мусор, конечно, не так будет видно, потому что здесь большое количество мусора. Мы видим, как они так же… Вот цоколь, вообще отделки нет. Есть пеноплекс, который торчит. Крышки люков от канализации, мало того, что они под углом, так они еще выпирают сантиметров на 15-20 от этого недогазона. Здравствуйте. Здесь еще один кабель. Вот, не знаю, то ли этот дом запитывает, то ли дом питает стройку. Потому что вот они электрощитовые. Похоже, от них вот так идет кабель. И вот, я не знаю, даже у меня слов просто нет, когда я вот это вижу, не могу понять, что ж такое у вас тут, ребята, происходит, как вы так сдали, что в таком вот состоянии. Здесь мы видим все в пене. Скорее всего, потому что продувает. Вот качество мы видим штукатурных работ. То есть недоштукатурные – нормально. Контроля у нас нет. У нас все хорошо, платит нам мало, поэтому нужно быстро сделать объем и свалить на другой объем. Вот это из этой оперы. Здесь также видим пеноплекс торчит, его там не домазали. Здесь также не домазали. Вот кому доски нужны, приходите, забирайте. Вот так выглядит земля с посаженной травой от застройщика. За полгода не смогли это сделать. Что у нас здесь? А вот здесь тоже видно, что это похожие управляющие компании, сотрудники, которые взяли, соответственно, и всю грязь подровняли. Но сам проект был многообещающим. И здесь мы тоже видим, что просто утеплителем заткнули дырку. Забор ровный, местами немножко кривой, но хотя бы, знаете, однотонный. Понятно, что за ним стройка. И будет она еще минимум тут два года. Будут ездить вам пылить. Но вот здесь тоже палка. Здесь почему-то бетон весь не закрыт. Хотя бы, не знаю, окрасили. Полиэтилен торчит. Я не знаю, почему все в таком состоянии. Почему застройщик позволил так сдать свой объект. Почему такое отношение к жильцам. Вот я бы не хотел жить в таком доме, который вроде новый, но по факту мы с вами видим, что он далеко не новый. У меня нет ощущения нового дома. У меня есть ощущение, что про него просто забыли, не доделали, бросили и ушли. Вход во двор. Вот здесь груда мусора вместо красивой травы. Тут что-то с брусчаткой у них тоже пошло не то. Она, значит, такая 3D-брусчатка вот такая пошла местами. Это, наверное, высший пилотаж от застройщика. Здесь мы с вами видим траву, большие деревья. Кто не видит большие деревья, протрите глаза и посмотрите на рендеры застройщика. Здесь тоже все в озеленении. Какой шикарный, красивый двор. Тут хотя бы деревья есть за ограждением. Ограждение тоже уже все в ржавчине. Видно, его подкрашивали, все неравномерно. Внешний вид на 2 балла. Хотя, если бы все доделали, то было бы здесь приятно, потому что двор достаточно большой. Большие есть деревья, елочки. Есть еще у нас мусоросборочная площадка открытого типа. Она невысокая, смотрится нормально. Из дерева, молодцы. Картон, как обычно. Картон вот, трогать нельзя. Это святое. Вот его надо аккуратно так класть. Это в основном, чем занимаются сотрудники видноуправляющей компании. Складируют его. Молодцы. А цветовое решение от застройщика, вот этот черный цвет или темно-коричневый с белым, по мне, несовременный. Достаточно унылый. Хотелось бы, ну, либо белый цвет, либо повеселее что-то делать. Зачем такие угрюмые цвета делать в Питере? У нас теплых деньков не так-то, в принципе, и много. А бывает так, что их вообще нет. Ну, и смотрите, друзья, как выглядит вся эта территория, как выглядит озеленение у застройщика, который более чем полгода назад создал, соответственно, свой объект. Сейчас пройдем по кругу и пойдем дальше, вовнутрь. Ну, смотрите, 3D-брусчатка. Это вот так все по проекту должно быть. Шикарное исполнение от Ленру Строя. Они молодцы. Так, вот так система громотвода тоже выполнена. Очень интересное решение. И под Соколью видим, да, как все вот это, чем они, соответственно, покрывали вот эта декоративная штукатурка, она ушла куда-то гулять. Еще один у нас, друзья, приямок. Здесь тоже все в ржавчине. Понятно, что стояла вода. Она вот туда немножко уходила. Здесь даже посырее видно. Но, конечно, куча грязи, всего остального. Я, честно говоря, очень разочарован. Мои ожидания, когда я сюда ехал, были совсем иными, нежели чем то, что я вижу здесь. Но при этом столбы, фонарные, освещение тут из дерева. Слушайте, прикольно. Очень интересное решение. Вот, смотрите. А здесь гидроизоляция появилась, обмазочная. А на том не было. То есть по проекту там нет, а здесь есть. И вот, смотрите, должно же быть все по проекту. То есть они мазали специально по проекту. То есть, вы видите, вот так не домазывали. Как архитекторы с проектировщиком начертили, так они и сделали. Дренажная канализация буква Д, просто канализация буква К. И вот смотрим. Красивая трава, кусты, озеленение. Подходим к балкону и видим сетку. Смотрите, какая красота. Вот это все по проекту. Вот так. И видите, вот они сделали, вот ровно, вот как по проекту. То есть там уже делать не надо. Зачем? Здесь аналогичная канализация. Земли не хватило, люк торчит. Ровно сделать не смогли. Это у нас заземление. Ну, правильно. Зачем его подключать чему-то? Просто вбили и забили. Напротив частный сектор, парковка, большое количество мест для инвалидов. Странный, конечно, расчет. Здесь мы также видим кабель высоковольтный, который сюда заходит подпитывать этот дом. Тут какая-то разруха вообще везде. Мусор, бутылки желтой жидкостью. Они прям не в подвале, уже прям на улице их выбрасывают. Ну, соответственно, с таким контролем отчего. Вот еще один громотвод. То есть они вот эту планку вмонтировали в бетон. И обратите внимание, что никто ничего не подключил. Зато здесь есть ниточку натянули, видите? Можно вот так поиграть. Ну, что тут скажешь. Высший пилотаж. Лучший проект в Новосаратовке. Ой, в Новосаратовке, извините. В Новоселье. Еще один приямок. Здесь, полагаю, все однотипно. Здесь мы видим, что, видите, они здесь не забыли подключить. А зачем для чего-то это там делали, если там ничего не подключили. Да, мусор, грязь, пыль и свежий воздух вам обеспечены. Ладно, пойдемте вовнутрь. Как красиво развивается какая-то веревка. Да, это веревка, смотрите, как они сеточку подрезали. Классно, да? Смотрите, друзья. Нравится вам? Вот на рендерах застройщик так не нарисуют, некрасиво. Там все красиво будет. Видите, лесной массив, шунгеровский лесопарк. Это вот он, вот там, с закадом. Туда, чтобы попасть, надо на машине ехать. Знаете об этом. Ну, здесь громотвод они смогли подключить, но не везде. Почему-то кое-где они это не смогли сделать. Отстекление от застройщика видно, что не отмыто. Видно, что уже начали жить люди. Коробками закрывают балконы, потому что солнечная сторона. В квартирах, соответственно, жарко. Сверху, обращая внимание, над отливом, как красиво все сделал застройщик. Такое разноперстное. Ну, все по проекту. Все же, как обычно. Ржавые, вот такие, ломы приваренные, трубы, это для рекламы. Вот здесь сразу трещина пошла. Это так и должно быть. Это все согласно проекту. Проектное такое решение. Громотвод не подключен. Молодцы. Пленочка не снята. Это вот так делается. Берем и снимаем. Потому что после солнца она прижигается так, что потом все эти буквы останутся на профиле. Ну, вот. Вот это красивое место. Офис продаж, флаги. Молодцы. И смотрим, да, смотрите, что впереди. И это будете, вы видите, очень-очень много лет. Вот какая такая, знаете, разруха. Десятый подъезд. Вход у нас Элтис. Заходим. Большой коврик. Вытереть ноги. Почтовые ящики здесь. Батарейки. Спам. Здесь светодиодное освещение. Смотрится красиво. Оделочка вроде ничего, но нужно было поаккуратнее делать. Поаккуратнее делать. Не заляпливать. Белый, серый цвет вместе. Аварийный выход. Зумы работают. Надеюсь, и все остальное работает. Управляющая компания сервис управ. Если тут тариф. Вот тариф, смотрите. Управление МКД 5 рублей. Уборка 3,96. Ремонт 6,96. Лифт. Можно на стоп поставить и вот эти цифры сложить и понять, сколько вы будете платить. Система Умный дом. Обслуживание системы Умный дом. 12 рублей 1 копейка. График влажной уборки. Какие-то памятки. Ни лицензии, ни информации. Больше ничего нет. Хотя она здесь должна была быть. Но зато прокуратура Ленинградской области разъясняет. Обращаю внимание, здесь удовольчик разъединен. А почему? А потому что дверь постоянно открывать неудобно. Особенно жителям с колясками. И когда люди сделают ремонты. Здесь у нас лесар. Жилой комплекс. Первый этаж. Этаж с 12 по 2. Не понимаю, почему так делать. По мне должен быть 12 здесь. Второй здесь. Но это лично мои соображалки, хотелки. Потолок смотрится красиво. Вот такая картина лесарт. Скоро здесь будет Умный экран. Когда скоро? Это через 100. Значит, чтобы понимали. Ну, это вот сделано красивенько, да? Ну, смотрите. Здесь шов один. Здесь вот такой. Здесь такой. Про уступы я просто молчу. А если я, друзья, сделаю вот так. Вот они сразу все уступы видны. Все криво, косо. Вот здесь уже потрескалось или там не хватило. Ну, в общем, конечно, у меня слов нет. Что должно быть новостройки? Кроме всего, должны быть указатели, куда чего идти. Вот я сюда захожу первая жизнь, я даже не знаю, куда мне идти. Что вот это за коридор? Куда этот выход? Ну, вот здесь написано, что вот здесь, да, так, опечатано не вскрывать. Пломбы не нарушены. Там должны быть пожарные рукава для пожаротушения для сотрудников МЧС и управляющей компанией, ну и жителей. Так, понятно, здесь колясочная. Колясочная без замка, но магнитный есть ключик. Здесь уже, видите, Галентваген детский припарковали. И выход у нас на улицу. Планочка уже куда-то отошла. Просто вот ее так прислонили, не зная, откуда она. Ну, впечатление, конечно, такое. Двоякое от этого холла. Холл очень большой, но какой-то бестолковый коридор. Почему бы, знаете, прямо это все не сделать? Зачем вот эти там изгибы? Для чего наматывание лишних километров? Итак, вызываем лифт. Вот у нас лифты ЕЛН. Новый лифт. Ох ты, ну ничего себе! А здесь антивандальная обшивка лифта. И вы обратите внимание, вот он, арт. Распечатали из каких-то картин. Молодцы! Ну, конечно, ну да, тут, понятно, уже строители понамудрили. Ну, ЕЛН такой лифт, он, знаете, отстал от жизни. Лет на 100, наверное. Потому что уже большие везде дисплеи, симпатичные кнопки. Ну, а тут так все по старинке. Играет музыка. Так, что у нас? Скачайте, установите мобильное приложение Vice Home. Для чего? В виде наблюдений за придомовой, заявки, бла-бла-бла. Вот здесь для App Store, для Google Play. И вот типа как это видят. Аркадий с улицы Чемоданной 3, квартира 1. Опасность поставить на охрану. Ну, вот да. Реклама, конечно, хорошая. По факту, не знаешь, поговорить жителям вообще ли это работает. Выходим. 12 этаж. Большая цифра 12. На двери прямо лесарт. Вместо стекла здесь лесарт. И вот срез дерева. Душно. Здесь душно. Но зато, значит, есть, обращаю внимание, указатель, на каком этаже расположен лифт. Это раз. Второй момент. Управление лифтами вот здесь. Надо было их тоже не окрашивать, уважаемый застройщик. И смотрите, что там практически к стенке особо не мешает. Связь с диспетчером в экстренной ситуации. Даже лампочка зеленая горит. Надеюсь, работает. Меня просили не проверять. Я не буду. Значит, вы, подписчики, просили. Здесь мы видим качество стеклопакета. Уплотнительные резинки. Вот там такие морские волны. Отсюда прекрасно виден лахта-центр. Вид отсюда с высоты шикарный. На все это поле, которое застроят на частный сектор, накат. И вот большой заказник, которому, к сожалению, пешочком-то вы, друзья, и не дойдете. Я даже не знаю, как туда проехать, потому что, ну, сказано, там спусков никаких нет. Окно здесь глухое. Оно не проветривается. Давайте мы с вами посмотрим квартиры. Кстати, здесь здорово есть, понятно, какая квартира. 6-5-7-6-6-2. Не так-то много и квартир на площадке. Открываем дверь. Широченный коридор, друзья. Широченный коридор. Очень красиво смотрятся двери. Черный наличник. Такой зеленоватый цвет. А нумерация, слушайте, очень стильно, очень круто. Звонки на низком уровне. Это очень удобно и комфортно. У кого дети, то есть, не буду долбить вам дверь, когда он там высоко. А вот здесь позвонят. Ну, смотрите, ну, молодцы, здесь они постарались. Потолок обычный, подвесной, не из дорогих, обычной базы. Могли бы взять его подороже, смотрелось бы еще бы поинтереснее. Здесь, полагаю, на гипсокартон здесь проходят коммуникации. Ну, пока нигде протечек не видно. Видно, что только в новом доме, вот уже, вот, обратите внимание, все помято. А так, в принципе, здесь на этаже неплохо все. Даже защитные колпачки из датчиков сняли, молодцы. И тут все печатано. Вот качество, да, вот видите, вот такие мелочи, но которые неприятные. Представьте, в вашем новом автомобиле будет крыло рассорапанное, что вы скажете. Выходим на лестничный марш. Ограждающая конструкция обычная, простая, окрашена вот такой цветоморской волной краской. Смотрится красиво. Ну, на стенках здесь тоже какая-то морская волна. Непонятно, что они хотели изобразить. Цифра 12. Так интересно сделали. Лестничный марш сборный. Из бетона завода, с их живот. Здесь мы тоже видим, что ничего не открывается. Но здесь на лестничном марше попрохладнее. Идем на самый верх и посмотрим. Вот отсюда, смотрите, вот сейчас приближу. Все ведут свет в конце туннеля. Я полагаю, рассказывать не нужно, что сюда будут и задувать и влагу, и снег, и, соответственно, тепло будет сюда выходить. Дверь закрыта. Немножечко ржавчины. Мусор, дерево. Тут не отмыто. Вот такое впечатление двоякое, конечно. Аккуратность и аккуратность. Ощущения вот с данного дома на данный момент нет. Есть ощущение, что он не сдан, что его не доделали. Вот смотрите тоже. 11 этаж, да, все нормально, красиво, цифры супер. А где стекло? Вот эти двери, кстати, все, они специальные. И они не должны пропускать дым и быть плотными. Вот смотрите, она закрывается. Смотрим, какое внизу расстояние, какое здесь. То есть она уже выгнутая, смотрите, внизу она почти ей заподлицо. Тут она выгнутая и тут. И вот. Почему она кривая? Да она все пропустит на свете. Тут тоже очень неудобно сделано. То есть очень маленькое расстояние тут сэкономили. Тут почему-то они забыли производителя противопождарной конструкции из алюминиевого профиля. И, соответственно, заказчик стекло это снять. Не стекло, а, соответственно, наклейку. Здесь мы видим с вами все аналогично. И вот нет здесь указателя. Вот выход есть. А к лифту надо было... Ну, хотя бы здесь табличку сделать, что лифтовой холод. Здесь, обращая внимание, вот есть звоночек... Ой, не звоночек, а это... Кнопка для выхода, я так понимаю, нажимать. Но магнитного замка здесь нет. И, честно говоря, непонятно для чего это все. Вызываем лифт. Здесь у застройщика два лифта. Груза пассажирский и пассажирский. Снова едет наш пассажирский. Забрало. Клапан закрыт, смонтированно хорошо. Даже, обратите внимание, саморезики окрасили. Едем вниз. Спустился вниз еще хочу сказать, что если здесь должен быть умный экран по проекту, то почему его до сих пор нет? Прошло больше полгода, это раз. А если вот здесь обратить внимание, то вот видно, что вот докуда они дотягиваются, они помыли, а дальше нет. Надо стремяночку брать. Что делать? Работа такая. Итак, обращаю внимание, что вот так криво-косо идет заземление. Вот оно сюда. Здесь ворота одного цвета. Найс. Здесь ворота другого цвета. И он снова меняется на другой, плюс еще и ржавчину. Вот так можно пройти. Большая арка. Впереди мы с вами видим двор с декоративными элементами. Двор смотрится красиво, очень не хватает озеленения. Кустики. Трава только всходит, не видно, чтобы ее поливали. Хотя бы по-нормальному должны были полить с утра. Но видно, что кусты полили. Видно, что вот они все отдыхают в телефонах, сидят. Видно, что они трамбуют покрытие. Трамбовали, вернее. Давайте пройдем, посмотрим всю территорию. И потом пойдем смотреть. А давайте, наверное, сразу. 3D напольное покрытие. Из плитки и брусчатки. Вот оно уже все вот такое. Спасибо вам, уважаемый застройщик, за такую красоту. Двор без машин. С индивидуальной парковкой под чью-то Шкоду. Тут листики есть, тут нет. Такое ощущение, что они собрали остатки и сюда посадили. Тележечка с Окея, наверное. Но зато, спасибо, есть указатель 10, 9, какие квартиры. Смотрите, друзья. Ну вот так нормально, да? Смотрите, какая красота. Вот это новый дом. Это точно новый дом? Что-то у Лен Рус-Троя прошло, пошло, друзья, не так. Обращаю внимание на пыль за забором. Она будет постоянно, потому что это стройка. Кустики. Облезлый цоколь. Есть урна. Отсутствуют скамейки. Во дворе чуть поприличней. В плане того, что есть какие-то конструкции, светильники. Есть вот такая спортивная площадка. Лазалки различные для детей. Места для отдыха, где можно посидеть. Ну-ка, добро пожаловать на демоэтаж. Ну-ка, что у нас тут с демоэтажом? Открыто. Смотрите, друзья, вот демоэтаж. Обратите внимание, как красивенько сделали. Да? И то, что мы видели с вами до этого видовые квартиры. До семи квартир на этаже. Ну вот здесь с покрытием все пошло не так. Второй этаж. То есть вот сюда вас всех водили. Ну, не замыс, конечно. Тут еще и закрыто. Понятно. Чтобы ничего не испортили. И здесь красочкой покрасили стенки ровно, красиво. Да, все как обычно. Показуха это называется, друзья. Неприятненько. Стекло-то где? Где стекло? Вместо стекла ОСБ. 5 баллов. Что, давайте двор смотреть. Из плюсов большое расстояние между домами. Рядом большой лесной массив. Еще одна машина стоит. Куда же насыпать гравий? Сыпь его, Вася, прямо здесь. Ему тут и место. Ну, да, вот видно, занимаются зеленением. Только начали. Что же вы делали с октября прошлого года, друзья, честно говоря, непонятно. Для чего тогда сдавали свой объект. Вот смотрите, какая красивая конструкция из проводов в урне. Шезлонги есть. Детская площадка. Очень интересная. Вот здесь должно быть какое-то покрытие, похоже. Но его нет. Здесь, знаете, асфальтная кружка. Подтрамбованная. Понятно, все будет в пыли. Что здесь делали для детей, чтобы... Вот, например, вот это все, вот этот камень, надо было хотя бы его залить чем-то. Или бетону, может быть, чтобы это ровно было. Тут просто будешь ходить по этой гальке. Падать, ломать ноги. Очень некомфортно. Качаться вот на таких красивых качелях. С креплениями ржавыми. Или это смазка? А, смазка, это извините. Держится хоть крепко. Вот, видно, да. Вот видите, только сейчас земляные какие-то работы по благоустройству проходят. Очень странно, что за полгода и не смогли. Очень странно. Такой многообещающий проект. А что-то как-то его, знаете, ощущение, что его завалили. Земля, песок. Ну, наверное, морковку посадят. Арт-объект. А, это вот как на картине. Что-то такое похожее, да? Урна стоит наискосок. Ровно поставить нельзя. Здесь хотя бы сосновая щепа есть. Кора, вернее, да. Кора с щепой. Для деток побегать, попрыгать. Здесь побольше шезлонги. Но тоже не каждая мама готова тут лежать. Надо было и обычные скамеечки делать. Разбито на разный возраст. Поменьше. Вот здесь для детей поменьше. Тут чуть постарше. Там еще постарше. А где спортивная площадка? И она же положена. А, вот она. Все, не заметила. Вот она. Сделали все интересно, конечно. Но не до конца. Здесь мы видим гофру. Возможно, должно быть какое-то дополнительное освещение. Или еще что-то по проекту. Но почему-то дальше проекта это, видно, не пошло. Вот здесь видно, как сразу над дверью. Вот на этой. Видите, там сверху все уже падало, порушилось. Так, хочется подвал посетить. Вон, пойдемте сюда. Посмотреть. Ну вот, смотрите, да. Новый дом, полгода. Все в ржавчине. Такое ощущение, что это бушные приперлись, смотрите. Нормально вот так, да. А здесь вообще вот этих двух полузев не хватает. Уже все свалено. От опалубки элементы. Здесь обращаю внимание, что даже асфальт провалился. Он здесь не хочет быть, смотрите, как качественно. Арматура торчит. Ну, зато мы видим, что есть арматура. Ничего себе. Значит, здесь гарматуру не забыли подключить. Там приварен. Тут видите, как по-модному прикручен. Спускаемся в приямок. Аналогично. Ну, зачем в окно? Ну, давайте мы это теплоизоляцией закроем. Закрыто. Видно, что там. Вот оно, качество. Смотрите, как. Вот это все. И в скором времени это все начнет валиться. Потому что это держится на честном слове. На честном слове застройщика. Надо ролик назвать слово застройщика. Давайте сюда спустимся. Ну, вот смотрите, да? То есть это было... Оно почти не закрывается. Это было вот так. Они красили. А вот догадаться открытие здесь покрасили. А? Не видно. Не увидит отделу ТК застройщика. Закрыто. Мусор. Труба для отвода влаги очень высоко. Арматура торчит. Вот торчит арматура. Бетон весь поеден, попилен. Одни нарушения сплошные. Как так? Да, в Горелого смогли, а здесь не смогли. Ох. Ну, что, где-то приемки-то еще есть. Впереди. Да, задумка-то была хорошая, конечно. Реализация подкачала. Ну, вот здесь тоже, да, мы видим парковку для велотранспорта. Ржавая и заметная. Ну, это, конечно, жители уже. Ночью приходят и краску снимают. А вот эту не заметили жители, видите, краску не сняли. Все, Настя же, открыто. Палубка. Мусор собирают. Ага, у нас здесь просто дырка. Смотрите, разбираем дом. Господи. Тут у нас сетка. Возможно, это им дуло, и поэтому они его позакрывали. Не знаю другому, как это сказать. Не впечатляет. Просто не впечатляет. Ну, вот эта арматура тоже торчит по проекту. Гос.руйнадзор когда ходил, не зря. Не зря он здесь был на приемке. Ну, тоже, да, вот окрасили, все в ржавчине. Внизу ощущение, что вообще нет, что окрасили. Вот здесь это что такое? Это окопы. Тут проходить даже все, наступать страшно. Так, с той стороны можно обойти. Даже бордюра не хватило сантиметра, пожалели. Да, бетон нынче очень дорог. Целый сантиметр. Все на монтажной пене. Тут монтажная пена, тут монтажная пена. Здесь краски не хватило. Смотрите, вообще позорище. Просто позорище. Вот оказывается, вот такая отделка у них должна быть, да? Или это сетка? Слушайте, вообще непонятно, что вот здесь? Что вот это такое? Ардеко? Что это за искусство такое? Кто знает? Напишите в комментариях, что хотел сделать застройщик. И что у него не получилось. Закрыто. Ну вот смотрите, вот он сданный дом. Все держится на честном слове. На авось. Мусор. Вот это дети лучше отштукатурят, чем взрослые. И тоже ручка. Как вот так. Ну вот идем гуляем дальше с вами, друзья. По достопримечательным Лесарта. Ну да, не зря они его Лесарта назвали. Ему это название полностью подходит. Знаете, как художник кистью мазнул. Куда попало, туда попало. Так же и здесь. Кто-то собаку дома оставил. Злодеи. Ну да, прям входная группа. Здесь громотвод. Чтобы ваши дети за это взялись. Так, еще один приямок. С кривой ступенькой. Здесь у нас все аналогично. Оголенные провода. Здесь стекло. Вот это видно. То ли покрытие они снимают. Я не знаю, что происходит. Вот здесь вода. Я не знаю, это изнутри или здесь она туда впитывается. То есть она должна вот сюда уходить. Непонятно куда просто. Либо, может, просто они там трубу поставили и все. Ну, здесь арматура, видите. Эта арматура, друзья, держит весь этот кривой лестничный марш. Молодцы. Красавцы. Что сказать. Вы эту ступень монтировали. Просто перепутали ее. Тут тоже арматура торчит. Ах, красавчики. Правду рассказывайте. Вы здесь сколько уже живете? Ну, сколько. Дом сдался в декабре. Мы в феврале приняли где-то. В феврале этого года приняли. Февраль, март, апрель, май. Ну, четвертый месяц, получается. Четвертый месяц, получается, да, пошел. Ну, если сравнивать, получается, застройщик Лен Русстроен. Он очень сильно себя разрекламировал. И мы ожидали, что будет прям вау-вау, как, например, в Новогорелого. Потому что там вот люди прям в восторге были от дома. Я там тоже был, мне очень понравилось. Да, я согласна. И, получается, все, кто переезжают оттуда сюда, они говорят, что это небо и земля. Потому что здесь совершенно не тот дом. Здесь очень много недочетов. Здесь очень много накрывательства. Начинаешь от заезда. Заезжаешь на какую-то стройплощадку. Да, получается, здесь территорию облагораживают спустя полгода, когда люди здесь уже живут. Но тогда они сейчас только начали, да? Да, при этом нам пришлось биться за то, чтобы нам сделали дополнительную парковку. Потому что они вообще не подумали о том, где людям парковаться. С колясками, получается, от ЖК вообще было не пройти. То есть мы тоже за это бились очень долго, чтобы сделали пешеходную дорожку. И очень много моментов, которые нам приходится выбивать от застройщика, чтобы было уютно. Вот как минимум дорожки, получается, территория. То есть здесь территория, она по плану должна была быть с мягким напылением даже для детских площадок. Да-да-да, ее здесь нет, здесь просто булыжники. А здесь булыжники, песок, и очень все не так красиво, как на картинке. Согласен. Совершенно как бы отличается от ожидания реальность. То есть даже те же, не знаю, цифры на стенах, на этажах, они должны были быть красивые, выбитые, прям глянцевые. Такие трехмерные, да? А у нас они просто нарисованы краской, это еще не у всех сделано. То есть как бы если зайти в какую-нибудь парадную, можно увидеть, что они делали. Ну на дымоэтаже у них красиво. Ну на дымоэтаже красиво, и все. И все, да, и все. На этом все заканчивается, да, дальше уже. У нас есть дымоэтаж, приходите. А там заходите с закрытыми глазами к себе домой. Лифт, это вообще отдельная история. В них застревают, наверное, раз по 10. А, ну они такие, одни, мне кажется, из самых дешевых, эти кранчики из прошлого. Ну да, так что говорите, я сегодня буквально застряла с ребенком минут на 10, наверное, в лифте. Офигеть. При том, что он доехал до нужного этажа, и он просто не открыл мне двери. В первый день приемки застряли. Да, в приемку люди застревают. О чем говорите? И вы все-таки решили здесь это, купить квартиру? А, уже выбора нет. А, уже купили, понятно. Уже выбора нет, уже нужно заселяться. А еще очень грязно. Не моет вообще, да, не моет. Мы заехали, никакого клининга не было. Да, кстати, клининг тоже приходится выбивать от застройщика. Мы попросили, потому что мы с маленьким ребенком со съемной квартиры заезжали. И мы просили, чтобы нам хотя бы пол квартиры помыли, чтобы хотя бы кроватку можно было поставить с ребенком. То есть, получается, их квартиры не мытые, я посмотрел, и мопы они тоже не отмыли. Мопы я сама мою, потому что... Ну да, то есть, жильцам, если кто-то живет один на личной клетке. То есть, круто, вы платите коммуналку за это, за их услуги, за мыть ее. И сами моют, ну да, прикольно. Ну, потому что это... Многие моменты, да. Ну, конечно, конечно. Да, поэтому вот так. Так, что с умным домом от Сбер у них? С умным домом все-таки ничего, да? Ну, все-таки 50 на 50. То есть, умный дом, он вроде как и присутствует. Приложение недоработано тоже с разработчиком очень многие моменты... Со Сбербанком. Да, приложение обновляется, как бы это от Сбербанка вроде как. Но обещанные колонки от Сбербанка мы не получили, соответственно. Мы получили сертификаты на Озон со словами, купите то, что вам будет удобнее, либо Алису, либо Сбер. Потому что Сбер они как рекомендовали очень сильно, сейчас они вообще говорят, что лучше не покупать. То есть, вроде как умный дом есть, а вроде как купите сами и сделаете то, что хотите. У нас проект с умным домом, но вы его купите сами. Ну да, ну вы его доделайте, пожалуйста. Понятно. Еще очень странно, почему-то оплата лифта идет от квадратуры квартиры. Да, у всех по-разному. То есть, если у меня большая квартира, вот у нас левая трешка, мы почему-то должны платить больше за лифт, чем у кого однушка, хотя ездят все одинаково. Ну да. То есть, коммуналка здесь раскидана тоже очень странно, и нам кажется, что она завышена. То есть, этим вопросом тоже приходится разбираться. То есть, очень много моментов, с которыми приходится разбираться, спрашивать, за что мы платим. Многие люди делали перерасчеты, в бухгалтерию писали, им делали. Да. Ну потому что, скорее всего, знаете, ну кто напишет, перерасчетаем, кто не напишет. Ну да, кто не заметит, тот заплатит. Детский садик, да, кстати, вам обещали. Ой, вот этого я не знаю, по-моему, в 20... Потому что кто-то говорит, что в конце этого года, кто-то говорит в сентябре этого года. Ну вот там же детский садик, мы там смотришь, уже построен. Но там внутри получается. Это же не Лен Русс. А, не Лен Русс. Нет, это просто очень другой. Вот, этого я не знаю. Потому что здесь у них по проекту, у них должен быть детский садик и школа. Школа только вот строится, получается, она на этапе только фундамента. Садик уже достроен, но он пока не сдался. Наверное, ближе к 25-му году нам его нужно ждать. Ого. На садик стоит все новоселье. Как бы мы, наверное, не в прелегии. Ну, здесь понятно, здесь проблема большая с соцобъектами и очереди школы и сады. Здесь, да, дома застраиваются быстрее, чем детские сады и школы. И школа вообще одна у нас на все новоселье сейчас рабочая. Поэтому проблема огромная с садиками стоит, да. Как в самих квартирах? Как отделка от застройщика? Отделка, ну... На троечку. На троечку, да. По пятибалльной шкале на троечку, да. То есть что-то нам доделали. Крыши протекали. Да, то есть те, кто на высоких, ну, на 12 этажах живут, у кого-то крыши протекали. Кто жил на первых этажах, у кого-то там вообще полы холодные, леденющие были зимой. Соответственно, балконные двери практически у всех выгнуты. И причем застройщик уверяет, что это так и должно быть, что это все нормально, что это перепады температуры. Хотя, ну, как бы, знающий человек скажет, что они просто неправильно хранились, наплевательски. Ну, совершенно верно, да. У нас дверь входная была под наклоном в полтора сантиметра вот сюда, она сама открывалась, и мы ждали. Слушайте, ну это круто же. Очень. Сбертехнологии, лингостроя. Ее приходилось очень сильно хлопать, и у нас ручка полетела. А, отвалилась. Ну, да. Я, например, заметила, что у меня двери неправильно установлены межкомнатные, то есть не в ту сторону. Из-за этого мне не поставить было мебель, пришлось как бы обращаться по гарантии. И я вот жду до сих пор, когда мне ее переделают. А сколько уже времени прошло? Ну, слушайте, насчет двери недавно, потому что я заметила это, когда начала обставлять квартиру. То есть где-то неделю. Понятно. А что такое, как-то вообще можно с новоселья куда-то добраться? До метро? На машине. На машине? Только на машине. Только машине. А общественный транспорт? Нет, общественный транспорт ездит, но ездит очень редко. Если ездит, то у него очень долгие маршруты, соответственно, он всегда переполнен, и он ездит по расписанию. То есть, например, если от Сергиева, от ближайшей жидостанции вы не успели там в последний вагон запрыгнуть, в последний автобус, 10-30, по-моему, то, соответственно, все. То есть только на такси или пешком, да, через КАТ. Поэтому без машины здесь, соответственно, никак. Здесь где-то примерно в 3,5 километрах есть маленькое лесное озерцо с пляжем. Были там? Озеро есть, да, действительно, но к нему тоже не так легко добраться. Оно находится, получается, от оживленной дороги, и никакой пешеходной дорожки к нему нет. То есть либо на машине, либо вдоль дороги, получается, оживленную к нему идти. Но озеро действительно есть, оно хорошее, пляж хороший. Идти туда небезопасно, но озеро хорошее. Хорошо, по пятибалльной шкале какую поставите в целом застройщику оценку? 3,5-4, наверное, где-то так. На пятерочку он точно не тянет. Но и не самый плохой, если сравнивать, конечно, он не самый плохой. А с кем сравнивать? Ну, например, взять тот же дуэт, например, который вот сосед. Там гораздо больше косяков, но и он, получается, ниже класса идет. Там очень много тоже жалуются люди, чуть ли не до выезда, как бы купили квартиру, заселились, не нравится, выезжают. Здесь в целом, погонявшись за застройщиком, исправив все косяки, жить можно, в принципе, хорошо. Ждем, когда благоустроится территория, когда будет комфортно ходить пешком, и когда вокруг не будет стройки, тогда уже посмотрим. Это зависело от того, с кем вы принимали квартиру. Допустим, если у тебя попался какой-нибудь представитель от застройщика, какой-нибудь, ну, с радостями, то тебе придется побегать. Ну, тут да. Получается, у каждой секции, у каждой секции разные представители, и разные представители ведут себя по-разному. Кто-то сразу переделывается. А приемщиков брали на приемку? Естественно, да, брали. Приемщики очень сильно помогли. Они замечали такие вещи, которые видно, ну, как бы невооруженным глазом не заметишь. Протягший потолок у нас заметил именно этот. Приемщик, да? Да, они фонариком посветили. У нас там вот так вот потолка, короче, там протек все было. И нам потом только сказали, что была два месяца назад протечка, и устранили. И у нас, который с нами принимал, периодически спрашивает, как у нас там ведет себя потолок. Ну, все, слава богу, хорошо. Да, то есть где-то представители застройщика очень прям хорошо к людям относятся, лояльно там общаются, спрашивают. А за кем-то приходится бегать, чуть ли не за руку ловить и приводить в квартиру, и только тогда они придут что-то переделают. Спасибо большое. Пожалуйста. Друзья, извиняюсь, здесь не мусоросборочные площадки, да, получается. Тут просто они инвентарь хранят. Хоть с этим хорошо. Цапоги, веревку и все остальное. А вот еще один из моментов, друзья, что видно, вывели это все потом, потому что вот она сетка торчит. Когда это делается по проекту, то закрывается там либо дверцей, либо красивый есть выпуск. Здесь этого нет. А поливать газоны нужно. А на кузове автомобиля написано «Уют». Но здесь, друзья, уют он выглядит на данный момент вот так. Обратите внимание сами. А смотрю такой на фасад, видно, что один помазал, второй помазал, третий помазал, четвертый помазал. И ни у кого ничего не получилось. К сожалению, у меня впечатление не очень-то осталось положительное. И застройщиков я лично бы поставил двойку с большим и жирным минусом. Вот за такую безобразную сдачу своего объекта с безобразным подъездом в этот жилой комплекс. Потому что ну как так это все можно ездить? Рисуют одни картинки, а по факту все совсем по-другому. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok